МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До 7 апреля сотрудники милиции будут проводить оперативно-розыскные мероприятия и подтверждать правомерность хранения некогда зарегистрированного оружия. В связи с этим сотрудники милиции обращаются к гражданам, которые самовольно занимаются раскопками в местах боевых действий времен Великой Отечественной войны. Эти работы не только незаконные, но и очень опасные. Кстати, за нелегальное изготовление, хранение и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ грозит наказание до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Этого всего можно избежать, если человек обратится с заявлением в милицию и добровольно выдаст находящееся у него незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества. Он освобождается как от уголовной, так и от администрационной ответственности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К другим темам. Два человека погибли на пожарах в своих домовладениях на прошлых выходных. Возгорания произошли в Реческом и Калинковичском районах. Погибшие – мужчины 55 и 65-летнего возраста. В первом случае произошло возгорание деревянного дома и расположенного рядом с ним сарая. Во втором – только крыши одноэтажной жилой постройки. Сотрудники МЧС вовремя прибыли на место происшествия, однако вытащить пострадавших живыми не удалось. По словам экспертов, мужчины отравились продуктами горения еще до приезда пожарных расчетов. Очевидная причина двух происшествий – неосторожное обращение с огнем при курении. По факту гибели людей проверку проводят сотрудники Следственного комитета. Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, на данный момент остается одной из основных причин пожаров и гибели людей на них. К смерти курильщика приводят не огонь, а токсичные продукты горения. Достаточно нескольких вдохов для того, чтобы человек потерял сознание. Статистика фиксирует все больше случаев, когда автономный пожарный извещатель предупреждает человека о надвигающейся опасности, тем самым спасает ему жизнь. В первом квартале 2017 года статистика количества пожаров в Гомельском регионе соответствует такому же периоду 2016-го. Немного уменьшилась цифра возгораний – минус 4,5%. Однако показатель погибели людей остался на прежнем уровне. И в этом году, и в прошлом – 20 жертв. Впервые спасатели столкнулись с ситуацией, когда на пожарах зимой один за другим погибали пенсионеры. В МЧС причины трагедии видят в отсутствии соответствующего внимания родственников пожилым людям. Проблема заключается в том, что наши сегодня взрослые дети забывают о своих родителях. И именно на этот опасный период, когда требуется протапливать печи более интенсивно, чтобы выработать тепло, чтобы гражданин престарелого возраста чувствовал себя комфортно, он вынужден это делать сам. И сам страдает от своих действий. В последний день марта по всей стране госавтоинспекция проводила единый день безопасности дорожного движения под девизом «Бесправ ты неправ». Мероприятие было направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, не имеющих прав. Как показывает статистика, значительное количество дорожно-транспортных происшествий происходит по вине молодых людей, которые садятся за руль, не имея права управления транспортным средством. Еще одной категорией «Бесправников» являются водители, лишенные прав за грубые нарушения правил дорожного движения. В этот день за данный вид нарушения к административной ответственности привлечено 24 водителя. С начала года в области выявлено 1937 таких нарушителей. Кроме патрулирования и проверки документов на дорогах, сотрудники госавтоинспекции провели встречи в трудовых коллективах, где рассказали о правилах перевозки юных пассажиров, разъяснили порядок получения водительского удостоверения, напомнили об ответственности за управление транспортным средством без соответствующего на то права, а также последствиях, к которым приводит данное нарушение. Как раз по вине «Бесправников» в регионе на этой неделе произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли люди. Так, в Лоевском районе 47-летний водитель простился с жизнью из-за того, что съехал в кювет. Авария произошла на автодороге Лоев-Браген в результате неправильно выбранной скорости движения. На повороте автомобиль «Фольксваген-Посад», которым управлял бесправный мужчина, занесло и отбросило за пределы проезжей части. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. С 2009 года водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности, за отсутствие техосмотра на автомобиле. Также водитель никогда не получал водительского удостоверения на управление транспортными средствами. На момент ДТП водитель был предварительно отрезв, однако взяты биологические данные на определение алкоголя в крови. Езда без прав и соответствующих навыков привела и к гибели скутериста в Рогачевском районе. Двигаясь по одной из улиц деревни Журавичи, 35-летний мужчина по непонятным причинам съехал на обочину, где совершил столкновение с осветительной опорой. В момент срешения данного ДТП водителя имелся целый ряд правонарушений. То есть транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. Водитель двигался без мотошлема, не имел права управления на данное транспортное средство. Также водителям были взяты биологические объекты для определения состояния физического. Только за выходные дни на территории Гомельской области было зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили телесные повреждения и два человека погибли. В результате рейдовых мероприятий и несения службы сотрудниками госавтоинспекции было зафиксировано также 2600 нарушений правил дорожного движения. Самые распространенные – это не пропуск пешеходов, превышение скорости и игнорирование использования ремней безопасности. По статистике, наиболее, более 40% дорожно-транспортных происшествий с участием мототехники приходится на молодых водителей до 25-летнего возраста. Есть и остаются это нарушение скоростного режима, игнорирование использования мотошлемов. Ну и основное – это управление двухколесными транспортными средствами в состоянии опьянения. В продолжении темы соблюдения безопасности расскажем еще о двух чрезвычайных ситуациях, произошедших на дорогах области на прошлой неделе. 29 марта на поле вблизи деревни Завойть Наравлянского района произошло возгорание гужевой повозки. Рядом с ней был обнаружен труп обгоревшего мужчины. Установлено, что погибшим является местный житель 1938 года рождения. На теле не обнаружено признаков насильственной смерти. В крови погибшего судебными медиками обнаружено 1,96 промилле алкоголя. На следующий день уже в Гомельском районе, около деревни Черетянка, в пути следования загорелся трактор «Амкадор», принадлежащий местному сельхозпредприятию. Водитель не пострадал, однако технике нанесены серьезные повреждения. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Основными причинами возгорания автотракторной техники, как правило, является разгармотизация топливной системы с последующим попаданием ее на высоконагретой поверхности, выпускной тракт, также электрическое оборудование, электрическая сеть трактора, трение в узлах и агрегатах, сопутствующие сухому трению. Во избежание подобных случаев необходимо тщательно осматривать и проверять техническое состояние узлов и агрегатов сельскохозяйственной техники. Гонка за оригинальным фото привела столичного подростка на больничную койку. В деревне Куритичи Петриковского района парень ради снимка забрался на электрическую подстанцию. 16-летний житель столицы на выходные приехал к бабушке в деревню. Вместе с приятелем, местным жителем, они решили прогуляться по окрестностям и набрели на заброшенную свиноферму. На территории бывшего сельскохозяйственного объекта находилась трансформаторная подстанция. Электрические устройства показались меньчанину отличным фоном для снимка. Пробраться внутрь молодым людям не составило труда. Дверь подстанции была открыта. Пока приятель включал камеру на мобильном, подросток допрыгнул до металлической арматуры и подтянулся на двух руках. Произошло короткое замыкание, и его ударило током. Менчанина госпитализировали в Петриковскую ЦРБ. У парня поражение электротоком второй степени тяжести. Ожоги теменной области головы и кистей рук. Сейчас его состояние стабильное. Милиция выясняет, почему проникнуть на опасный объект оказалось так просто. Новый сезон для двух дачников из Реческого и Светлогорского районов начался с полной неожиданности. Приехав после зимы на свои участки, они не поверили своим глазам. Их дачные домики были похищены неизвестными. Подробности неординарных дачных раж в материале наших корреспондентов. Соседи из дачного кооператива Реческого района несколько дней находились в недоумении. Деревянный сруб 4 на 6 метров вместе с крышей, полом, печкой и мебелью за зиму буквально испарился. Владельцы дачи осенью не говорили ни о каких планах и не собирались ничего продавать. Еще больше удивлена была хозяйка. Увидев на участке только кирпичный фундамент и некоторые вещи. Реческим районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту ухищения дачного дома в Реческом районе. Предварительно установлено, что с ноября 2016 года по январь 2017 неизвестные лица похитили крышу, стены, напольное покрытие, а также вещи, находящиеся в деревянном строении. Первой о факте хищения дома узнала хозяйка, пенсионерка из города Речицы, которая приехала на дачу после длительного отсутствия. По одной из версий следствия строение разобрали в конце зимы и перевезли. Хозяйка исчезнувшего дома получит страховку в 600 рублей. Она очень предусмотрительно застраховала свое имущество в январе этого года. Речицкий районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства совершения кражи. А вот дачник из соседнего района отделался, можно сказать, легким испугом. Светлогорские следователи совместно с сотрудниками райотдела внутренних дел значительно продвинулись в раскрытии аналогичного преступления. С 20 по 29 марта в территории дачного участка садоводческого товарищества «Росинка» возле деревни Расово-Светлогорского района пропал вагончик «Бытовка», используемый в качестве дачного домика. Оперативники по горячим следам вышли на злоумышленника. В совершении кражи подозревается житель Светлогорска, 1981 года рождения. Мужчина хотел поставить на своем дачном участке вагончик «Бытовку». Друзья подсказали ему, что на заброшенном участке, недалеко от его дачи, стоит как раз такой вагончик. Мужчина официально выписал технику и средь бела дня перевез вагончик на свой участок. Мужчина осознал свою вину, дает признательные показания и сотрудничает со следствием. Напомним, что согласно части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за кражу имущества предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция по первой части до трех лет лишения свободы. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Де-факто». И берегите тех, кто вам дорог. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова